Ну что, дождались запуск мульчера на МТЗ-1221. Как вы знаете, у нас на канале много видео про мульчеры, о том, как они запускаются, на что их устанавливают, как они работают, на что в принципе способны. Но нас очень часто спрашивали, что вот эти все ваши Вальтеры, Нью-Холланды, Дойца, это все понятно. А как мульчер будет работать на обычном гражданском тракторе, таком как МТЗ-1221? Отвечаю вам, работает он великолепно. У МТЗ-1221 130 лошадиных сил, да вон доходит порядка 100 лошадок. Этого вполне достаточно для того, чтобы убирать кустарник и молодые деревья в диаметре до 15 сантиметров. Можно и больше, но на это уже будет слишком много тратить и солярки, и времени. Вот, и также не забудьте, для того, чтобы измельчать деревья уже, вам необходимо будет установить на вашу двенашку ходоуменьшитель, который позволит двигаться вашему трактору до 1 км в час. Нужно это для того, чтобы мульчер успевал сгрызать деревья. К примеру, если вы будете подъезжать слишком быстро к дереву, то мульчер не будет успевать его сгрызать, а будет его толкать как отвалом. Это приведет к тому, что у вас будет повышенная нагрузка на ротор, на редуктор мульчера и также на сам трактор. А вам это не нужно. Однако, когда вы будете работать по молодняку, по какому-то кустарнику, там ходоуменьшитель вам будет не нужен. Включаете обычную понижайку и едете, расчищаете. Кстати, если вы подумали, что, ну вот, у меня есть 82-й, он, в принципе, похож на двенашку, так что я тоже могу использовать его при работе с мульчером. Так вот, нифига подобного. Хоть внешне эти тракторы очень похожи, они кардинально различаются по конструкции в ОМ. У 82-го он ленточный, он постоянно стирается, он постоянно горит. Для мульчера он вообще не подходит. У двенашки же там все нормально. Там дисковый ВОМ, там все на шестернях, все на железе, поэтому там все будет работать отлично. По моему мнению, данный мульчер подойдет именно фермерским хозяйствам, у которых уже есть 12-21, есть поля, которые, к примеру, вокруг заросли, либо есть какие-то островки там с кустарником, ну, прям в центре поля, которые мешают обрабатывать это самое поле. Так вот, для них это отлично подходит. Все-таки для тех, кто занимается какой-то серьезной расчисткой, там, лэпы чистят и прочее, для них двенашка будет не очень удобна, так как там есть несколько таких дурацких минусов. Во-первых, туда сейчас не поставить реверсивный пост управления, то есть такой опции завода нет. Реверсивный пост – это когда у вас есть один руль для того, чтобы ехать вперед, ну, просто гражданский ездить по дорогам, и второй руль, который устанавливается за спиной. То есть вы доехали до объекта, развернули сидушку назад, сели за маленький руль и смотрите уже непосредственно на саму навеску, и так гораздо удобнее работать, так как весь день работать, повернув голову назад, это не очень удобно. И от этого падает производительность. Поэтому, если вы все-таки чистите какие-то большие объекты, расчищаете лэп, в принципе, на профессиональной основе занимаетесь расчисткой, рассматривайте тракторы мощностью от 150 лошадок. Это там МТЗ 1523, всевозможные Т-150 и так далее. А вообще на канале есть большое видео, где я разобрал абсолютно все тракторы, которые можно использовать для работы с мульчером. Оно, кстати, есть вот тут по подсказке, также я оставлю его в описании к этому видео. Пару слов по поводу покупки этого мульчера. По всем вопросам звоните по номеру, он есть вот тут, который 8800 это бесплатный, второй номер на нем есть WhatsApp. Также, если вы хотите приобрести этот мульчер в лизинг, это тоже не проблема. Мы сотрудничаем со всеми лизинговыми компаниями, везде аккредитованы, поэтому достаточно мне прислать свой ИНН, прислать первоначальный взнос, ну не мне, по смысле, прислать первоначальный взнос, а указать, какой процент вы готовы вносить. И в течение дня все графики будут у вас на руках. Ну и с доставкой тоже, конечно же, никаких проблем. Отправляем по всей России. Кстати, кстати, если вы вдруг волнуетесь, что вы понятия не имеете, что с ним делать, а как мы его поставим, а у нас тракторист не умеет работать, можете тут не волноваться. Мы приедем к вам, мы этот мульчер установим, мы его запустим, мы научим с ним работать. Так вот, мы научим с ним работать, и выйдем куда-нибудь в поле, еще там обязательно поработаем. И только после того, когда мы будем уверены, что вы научились с ним работать, вы понимаете, как что устроено, только после этого мы уже уедем. По поводу обслуживания и расходников все просто. Во время покупки мульчера обычно покупают 5 или 10 зубов на запас. Потому что бывает такое, вы изъезжаете в лес, натыкаетесь на какую-то морматуру, на какой-то бетон, зуб у вас ломается, а после этого сразу начинает идти вибрация, потому что мульчер, в том числе, отбалансирован этими ножами. Вот, если у вас пошла вибрация, значит зуб сломался, тракторист выходит, старый зуб откручивает, выкидывает, ну и новый туда прикручивает. Также необходимо, чтобы на базе у вас был комплект ремней 4 штуки. Ремни можно покупать обычные китайские за 600 рублей, какой-то большой там кардинальной разницы с оригиналом я не увидел. И пожалуйста, пожалуйста, не смазывайте мульчер литолом. У него есть слева и справа две товотницы, которые смазывают подшипник ротора. Температура в этих местах огромная. На такой температуре литол просто коксуется. Поэтому покупаем недорогую газпромовскую синюю смазку для шрусов. Она высокотемпературная. Набрали в этот шприц и каждые 8 часов тут и там шприцуем. По поводу редуктора, там я советую менять масло каждые там 150-200 моточасов. Там не такой уж какой-то огромный объем масла, поэтому слили, залили и спокойно работаем. Мульчеры при таком обслуживании при таком обслуживании могут работать годами. Если же забивать на смазку подшипников, у вас в какой-то момент начнут подшипники подклинивать, начнут разбивать свои посадочные места и тогда вот вы сможете попасть на очень серьезный ремонт. Дорогостоящий. Поэтому, ну не надо на этом экономить. Никакой литол. Купили эту смазку, купили пару ножей, ремней и этого вам хватит на долгие годы. Конечно, второй по важности вопрос в этом мире, ну после вопроса в чем смысл жизни, вопрос, можно ли заглубляться с мульчером в землю? Отвечаю вам, нет, нельзя это делать. Нужно работать только до уровня земли. Если вы хотите узнать, почему, можете позвонить мне, я вам досконально все расскажу. И также посмотрите вот это видео, называется 6 главных ошибок при покупке мульчера. Вот, это нужно запомнить, знать, никогда мульчер мы в землю не толкаем. Саму мульчерную головку мы вам можем поставить в комплекте с трактором. У нас есть разные комплекты, там на 130, 150, 200, 300, 400 лошадиных сил и также есть иномарки. Если же вам необходимо какое-то другое оборудование, там для сельского хозяйства, для лесного хозяйства, то также можете перейти на наш сайт и все посмотреть. Там есть от плуга до зерно-сушилки, абсолютно все. Ну что ж, вот такое получилось видео. Надеюсь, вам теперь понятно, как работает МТЗ-1221 с мульчером. Также, не забудь подписаться на канал. И если у тебя есть какие-то замечания, какие-то предложения, пиши комментарии, мы все их читаем, на все их отвечаем. Ну а с вами был Вадим, компания «Система». До новых встреч!